итак привет ребятушки как ваши дела с вами алекс на канале son of war и я делаю коротенькое видео по поводу star sector ну насколько получится коротенькая в общем есть некоторые вопросы насчет русификатора если вы установили и что-то не работает всегда можно стереть его папочки где стоит установлен star sector заходя там есть папочка называется они install рус всегда можете зайти стереть это нафиг видимо установка которую вы провели она неправильная скажу почему когда вы устанавливаете вот у меня установочка русификатора когда вы устанавливаете не меняйте ничего ничего здесь не менять если вы ставите большие размер большие цифры шрифты то в некоторых местах будет некомфортно особенно это появляется на большой карте когда там есть опция показать имена секторов и вопросительные знаки какие-то там начинаются и всякая всякая фигня в общем оставляйте как это дефолтного тут оно есть делаете next я кстати играл играл на английском мне как-то больше подошло но не важно и потом идем играть star sector должно появиться русский язык и так давайте я сделаю загрузка ну как видите частично русский как и был ну короче это вот оно все будет на русском что я имел ввиду когда я говорил про вот этот на карте когда если я сейчас выйду в гипер пространство и на карте скажу показать имена секторов имеется имеется ввиду то появляются если большие буквы то появляется с вопросительными знаками всякие имена непонятные я это уже пробовал это не срабатывает в общем что я хочу добавить я давненько не делал видео по нескольким причинам одна причина я отдыхал мы работаем все отдыхать надо однозначно и вам советую иногда отдыхать вторая причина я вот играл в эту игру она берет много времени так сказать тут не получается все так очень очень быстро сделать тут есть и в игре и сюжетная линия какая-никакая но она есть и она не такая уж быстрая совет по этой линии не заканчивайте и и быстро да даже если у вас выходит такая опция возможность не заканчивайте ее быстро потому что этот доктор который будет давать вам эти миссии он хорошо за них платит там 80 штук там 90 70 60 там ну она прыгает от 60 до 88 там кажется самое самое большое мне было и в общем на нем можно сколотить много денег они как бы в районе здесь потом он начинает их раскидывать по карте в общем сюжетка интересная в конце как видите вот это знаки это врата которые вы находите когда летаете между системами секторами в общем по сюжету в конце вы их активируете у вас есть как через них на телепортироваться в общем интересно вы можете быть здесь и телепортироваться допустим вам надо сюда вот шок и вы там не трачена этот путь и время и как их все время забываем этим припасы эти припасы вот обратно у меня я привык привык английскому у меня все на английском было теперь вот на русском в общем ну с русском с русским языком все понятно я думаю да игра мне зашла хорошо очень очень хорошо у меня уже тут есть своя планета я ее расстраиваю у меня тут уже ресурсы пошли пошла выгода ежемесячная по 15 штук тут коры я поставил в общем я думаю вы разберетесь коры что в них хорошо как они кстати называется на на русском наверно так и будет гамма ядро гамма ядро это называется вот она понижает ну вот это только понижает а вот есть вот такие вот более крутые гамм бета ядро вот это бета ядро она понижает допустим чтобы производить сейчас посмотрим вот требование до требования вот это вот станции она употребляет два скажем это топлива два припасы и два человечка если я вставляю сюда ядро то она уменьшает потребность на одну понятно да если тут было все по три я вставил она уменьшает на одну а вот эти вот ядро вот 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 это ядро еще и у понижает затраты содержания этого здания допустим если дорогие здания есть которые ежемесячно хавают много ну вот в такой вставляете будет прикольно в общем вот такое вот что я могу еще сказать по планете пока ничего а и ну в общем она должна разрастись до 4 чтобы я построил новое здание для производства добывать эта планета просто на ней очень много богатые залежи руды поэтому здесь я сделал руду добывание флот флот у меня вообще тут у меня такие здоровья ки когда есть уже ваш планета можно на хранение отдавать флот он ничего не требует он просто сидит ничего не использует просто сидит в хранении для чего это хорошо тут есть такие корабли сейчас у меня его нету я сделал глупости что я его не взял есть такой корабль особенным которая ук который очень может быть безвидным ну со стелсом если на него поставить модул сурвайвинга ну не сурвайвинга а сурвей но чтобы исследовать то на нем вообще можно на одном нем 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 пролететь всю галактику по исследовать все интересные места я только потом это узнал уже как как бы у меня был выбор взять этот корабль ну восстановить его или нет а я прошли пол это ладно я думаю я встречу его еще в общем какая еще фишка есть можно тратить свои как называется блин быстро хотел сказать story points но вот эти вот story points на улучшение кораблей допустим вот это вот на я могу навсегда ему вставить ее она освобождает место и она будет всегда у него вот как допустим у этого да вот эти две они встроены в его в него уже тем самым вы освобождаете этим как они points эти не знаю как на русском сказать в общем очки которые требуются для вставлять ну для вставлю вставления до вставления для встраивания какого-то оружия или каких-то скиллов модов освобождает место тем самым вы можете другие моды вставить в этот корабль я почти у всех у моих это сделал крутых которые такие самые 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 есть это вообще этот вот этот смерть этот корабль ну хотя вот этот вот тоже неплохой особенно корабль если встретить с вот этот вот обязательно обязательно восстановите его возьмите вас в свой флот как видите у него до хренища fighter base ну куда вставлять файтеров и у него особенность что он стреляет очень очень далеко очень далеко сдалека он в общем близко к врагу не подходит у него все работает издалека хорошая вещь советую ну в общем то так все флот у меня огромный все корабли практически которые вы видите у меня вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот и по моему вот этот это все корабли даже вот этот маленькие маленькие очень крутой вот этот вот если вы его будете встречать обязательно возьмите парочку очень хорошим короче все почти восстановленные были вот этот вообще я нашел просто залетел в систему в отдаленную там об а он там как бы я его восстановил шлеп очень много эти корабли требуют этих экипажа очень много требует экипажа экипаж к сожалению за него приходится отдавать очень много денег у меня расходы сейчас больше чем доходы у меня расходы где-то варьируется от 30 до 5000 в месяц то получается что мне как минимум 50 нужно зарабатывать это как минимум чтобы заполнить бензин припасы и тому подобное ну в общем я хожу по хорошеньким таким пиратом мочу их обмачиваю их игра обалденная есть еще я был удивлен сейчас я вам покажу в общем на игру есть огромное количество модов просто огромнейшая и есть ну фигня всякая а есть вообще меняют игру или сильно-сильно в нее добавляет очень интересных вещей даже есть такие которые с чуть-чуть сюжетом даже есть такие я уже тут проверял если кому интересно потом могу написать есть индустриальная эволюция есть там по майнингу в общем в развиваете вы майнить и вы просто идете и майнить и прям вот так занимаетесь майнингом добычей есть где добавляют кучу кучу разных кораблей кучу разного нового оружия есть вообще колоссальные ну такие оружия которые вызывают черные дыры там вообще там тьма тьма очень интересные моды есть огромное количество можете покопаться даже почитать поинтересоваться и если нет могу написать порекомендовать некоторые моды которые очень интересны в общем так вот так игра как я сказал с 13 14 года я уже точно не помню неважно давно она вышла до сих пор актуальная до сих пор выходит на нее обновление официальные обновления и в конце года этого будет еще одно большое обновление в общем ну я рад что есть такие игры на самом деле их немного это одна из таких игр которые я сто процентов порекомендовал бы поиграть в нее вот сто процентов не пожалеете до сначала было тяжело мне непонятно возможно и с вами так будет у вас так будет но чуть-чуть потренировавшись вы поймете как все работает эта механика все интересно обалденно на единственное что могу еще посоветовать всегда 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 делать сейв копий не просто сейв а сейв копий почему потому что любое ваше допустим даже минимальная вещь вот я залетаю в систему перед тем как я залетаю систему там где у меня квест чтобы или когда залетел в систему да и мне у меня миссия найти там потерянный корабль система большая иди ищи его но тут маленькая вообще есть система огромные иди ищи его делаете сейв копию сейфа сейва и бегаете нашли отлично загрузили сейв и пошли прямиком в ту зону где вы его нашли таким образом вы экономите очень экономите припасы деньги это влияет на деньги припасы дорогие поэтому вот так вот вот так игра обалденная советую если есть какие-то вопросы или если вы можете что-то посоветовать мне даже что-то новое интересное может какая-то механика которую я не знаю может быть я буду рад увидеть вас в комментариях спасибо пока и кстати перед тем как я отключаюсь вышла еще одна космическая игра похожая но она пошаговая это rpg я планирую ее купить я так слышал отзывы о ней что она сыроватенькая еще чуть-чуть там довольно таки пустын пустынный мир ну имеется ввиду космос он до должен быть пустынным но в любом случае это игра и как бы она должна быть заполнена посмотрим посмотрим я хочу ее взять и посмотреть лично ладненько на этом все спасибо и буду буду стараться почаще выпускать теперь видео хоть и не всегда получается а иногда и уставший приходишь домой я думаю это у всех есть тем более дети жена все дела домашние дела ладно что-то я вас это не в то русло ладно пока пока увидимся а